Находясь в уже почти готовом помещении вип-ложи, где проходило совещание, невольно представляется картина, как на трибунах и на поле кипят нешуточные страсти. Сегодня уже почти полностью готовы конструкции первого этажа стадиона, более чем наполовину завершен второй. Бетонные работы по всему объекту выполнены почти на 72%. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. На опоры уже установлены пять монтажных блоков консолей купола стадиона. ведется подготовка к монтажу очередного шестого блока. На строительстве объекта заняты 1200 человек, но в ближайшее время, по словам подрядчика, их число увеличится до полутора тысяч. Это поможет не отставать от графика, утвержденного федеральным правительством. Один из ключевых вопросов – развитие транспортной инфраструктуры вокруг стадиона. Как сообщил глава регионального Минтранса Иван Пивкин, основная масса болельщиков будет приезжать на Самар-арену на скоростном трамвае. Также предусмотрено строительство автовокзала, который будет принимать не только внутригородские рейсы, но и работать на пригородное сообщение. Такое решение позволит дополнительно разгрузить центральную часть Самары. «Здесь же у нас появился новый объект, который первоначально не был. Автовокзал с автостанцией, посадочные платформы здания автовокзала и площадки высадки, которые используют для международных, региональных автобусных маршрутов и конечная остановка городских автобусных маршрутов». Уже начались работы по строительству двух главных улиц, ведущих к стадиону – Дальний и Арена 2018. «Все работы должны завершиться к декабрю 2017 года», – подчеркнул Николай Меркушкин. Особое внимание на совещание было уделено строительству объектов Наукограда Гагарин-центр. Губернатору представили шесть проектов. После внимательного изучения было принято решение объединить две самых удачных концепции. Главное преимущество строительства Гагарин-центра именно на территории поселка Радиоцентр в том, что все инженерные коммуникации дороги у Наукограда будут объединены со стадионом, в строительство которого сейчас складываются большие средства. «Коммуникации здесь все общие. Понимаете? В чем преимущество строительства Гагарин-центра здесь? Ну и расположение очень удобное, место, парковые зоны и так далее. Плюс будут очень большие вложения под стадион, под подготовку к чемпионату мира. Это коммуникации все абсолютно. Все работы земляные и много дороги. Это все уже делается, в том числе для Гагарин-центра». На прилегающей к арене территории появятся пешеходные дорожки, спортивные площадки, парковая зона. Предполагаемая сумма инвестиций в это направление составит полтора миллиарда рублей. В районе Гагарин-центра появится и высотная доминанта. Небоскреб высотой 150-200 метров, но как не исключил губернатор, он может подрасти и до 240 метров. Высотка будет стилизована под космическую тематику. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.